Время, которое мы сражаемся Серия из семи информационных фильмов Нападение нацистов. Особая дивизия. Фильм второй Фильм снят в военном департаменте США при поддержке войск связи В первом фильме мы видели, что эта война велась между миром свободных и миром рабов Мы видели, как Япония оккупировала Маньчжурию и вторглась в Китай, а Муссолини захватил Эфиопию Сейчас мы увидим нападение нацистов Амбиции немцев по завоеванию мира имеют долгую предысторию Отто фон Бисмарк Мы будем владеть всем миром Кайзер Вильгельм второй Бог создал нас для того, чтобы мы дали миру цивилизацию Смерть всем тем, кто осмелится сопротивляться моей воле Адольф Гитлер Мой девиз таков Уничтожать любыми средствами Национальный социализм изменит мир Символ меняется Но немецкая свастика передавалась из поколения в поколение Генератория За последние 75 лет из-за этих методов более 20 миллионов человек были убиты, более 60 миллионов покалечены, и более 200 миллионов лишились крова. И это не считая тех, кто умер из-за болезней вследствие войны, и тех, кого война лишила всего. Боль, страдания, мука, страх, которые пришлось перенести, из-за стремления Германии властвовать над своими соседями. Это стремление к завоеванию дошло до своего пика, когда Гитлер объявил себя богом и судьей. Какие страшные мысли посещали этого человека, когда в Нюрнберге он стоял перед своими фанатичными последователями. На мир спустилось проклятие в виде рабства. В Монголии появилась армия завоевателей, ведомая Чингисханом. Поджигая, грабя и убивая, она орудовала в Восточной Европе. В 13 веке Чингисхану удалось покорить большую часть мира. Адольф Гитлер был полон решимости превзойти это, завоевав в 20 веке весь мир. В основу он положил малоизвестную тогда теорию «золотой зари внешнего мира», которая заключалась в военном контроле над пространством. Главным идеологом этой теории стал бывший генерал Карл Хаусхофер. Они собирали подробнейшую информацию обо всем. Согласно их теории, мир состоит не из мужчин, женщин и детей, которые живут, работают, надеются, а из двух типов людей – рабов и сырого материала. Политика была направлена на то, чтобы трансформировать их в соответствии с планами Гитлера и с его идеями. На их карте планеты четко делятся на воду и сушу. Воды в три раза больше, чем суши, которая занимает лишь четверть поверхности. Но именно там находятся мировые богатства, все природные ресурсы. И рабочая сила. «Захвати сушу, и мир будет твоим». Вот теория Гитлера. Саму сушу геополитики делят на две части. Западное полушарие с Австралией, Новой Зеландией и Японией занимает одну треть поверхности суши. Вторая часть, состоящая из Европы, Азии и Африки, занимает остальные две трети. Этот суперконтинент, как мировой остров, он не только вдвое больше, чем остальная поверхность суши, но на нем также проживают семь восьмых населения мира. Сердце этого мирового острова лежит в Восточной Европе и большей части Азии. Это сердце суши, которое почти совпадает с империей Чингисхана. Планы Гитлера по завоеванию мира сводились к следующему. «Покори Западную Европу, и у тебя в руках будет сердце суши. Покори сердце суши, и мировой остров твой. Покори мировой остров, и мир у твоих ног». Вот о чем мечтал Гитлер, стоя в Нюрнберге. Гитлер! Дикт! Ай! Дикт! 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 Все, кто занимал в Германии важные посты, лично приносили Гитлеру клятву верности. Загипнотизированы ощущением причастности к великим идеям. Этот фильм посвящен попытке нацистов захватить мир. Самое захватывающее событие за всю историю человечества. Гитлер наблюдал, как Хирохита захватил Маньчжурию и другие территории Китая. И как Муссолини вторгся в Эфиопию. Он видел, как демократический мир отреагировал на это введением санкций. Он смеялся. Единственный барьер, стоявший на его пути к успеху, был сломлен. Нацисты были готовы переходить к наступлению, и Гитлер приводить свой план в исполнение. Чего же он ждал? Он ждал, когда жертвы потеряют бдительность, чтобы нанести удар. Деморализовать противника изнутри при помощи неожиданности, страха, диверсии и убийств. Вот война будущего. Гитлер. Для начала он разослал своих агентов по всему миру под видом туристов, студентов и коммерсантов. Проверенные люди, такие как Ривендроп, тоже были задействованы, чтобы насилием и угрозами сформировать фашистские группировки в других странах и поддерживать партию Дегро в Бельгии, Гейлана в Чехословакии, национал-социализм, Зейс Ингварта в Австрии. В Великобритании сэр Освальд Мосли сам выступил в поддержку Гитлера с трибуны. Я всегда говорил, что Гитлер великий человек. Будущее за ним! Готовя почву для вторжения гитлеровских войск, подрывные организации вызвали массовые беспорядки, подобные этим во Франции. Или этим в Бельгии. Как вы думаете, где это происходит? На Мэдисон-Сквэр-Гарден в США. А это Хьюг, лидер германо-американского движения, прикрывавшийся американским флагом, получая указания из Берлина и применяя его методы. Вот что происходило за пределами Германии. Но внутри Германии все было по-другому. Здесь, в атмосфере чрезвычайной секретности, армия готовилась к нападению. У нас есть материал, и мы его используем. День за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом. Мы должны стать сильнейшей мировой державой, забыть об усталости, забыть о чувствах, обо всем, и работать. Пусть другие думают о свободе, здесь ее нет. Никаких развлечений или свободного времени. Все силы для работы, этот труд, смысл и цель жизни, без него она не нужна. Вы трудитесь во имя великой идеи, миссии, которую Германия несет миру. Те, кто не согласен, не будут есть, или же попадут в концентрационные лагеря. Или вот так. Вот кто проследит за этим. Гиммлер. Армия. До того, как Гитлер пришел к власти, немецкая армия насчитывала лишь 100 тысяч солдат. Но не стоит упускать важную деталь. Эти 100 тысяч были хорошо обученные военные офицеры, готовые сражаться за идеи нацистов. Но для Гитлера этого было слишком мало. И в 1935 году он вел всеобщую воинскую обязанность. Молодежь загорелась авиацией, и небо наполнилось игрушечными планерами. Мальчики росли и планеры вместе с ними. И скоро они стали пилотами. которые летали на самолетах, производимых на заводах. План начинал действовать. Единственное, что осталось от старой армии, это манера шагать. И даже Гитлер не смог ничего поделать с этой старинной немецкой пыткой, направленной на то, чтобы отучить людей думать и заставить слепо следовать приказам. Это тоже было своего рода оружием. Все остальное изменилось. Танки, современное оборудование и множество других новых изобретений. все это было незаконно согласно подписанным договорам. Следующий незаконный шаг Гитлера ввести войска в Рейнленд, территорию, расположенную между Францией и Германией, демилитаризованную после предыдущей войны как меры предосторожности против очередной агрессии Германии. Но в планы Гитлера по завоеванию Востока и противостоянию демократическим силам Запада входила милитаризация Рейнленда и проведение новой границы. Мощное укрепление шириной в 720 километров и в некоторых местах до 50 километров шириной. Однажды Германия уже вела войну на два фронта и не хотела повторения. Полмиллиона человек работали по 20 часов в сутки чтобы построить 22 тысячи укрепленных позиций где согласно планам немецкие солдаты не должны были появляться. Воскрепленных У Гитлера был секретный план. У него был план и армия. Фашисты должны были запугать своих жертв и заставить их подчиниться. Все было готово к наступлению. Все ожидали лишь команды Гитлера к началу действий. Мир будет покорен. Вся эта военная мощь возникла неоткуда. Мощь, подчиненная одному человеку, который распоряжался людьми как игрушками. Я готов подписать что угодно. Я готов на все ради своих идей. Из интервью Гитлера октябрь 33-го года. Им удалось поселить в мире страх. И теперь нацисты готовились нанести удар. Час настал. Настало время начать завоевание Восточной Европы. Согласно плану геополитиков Гитлера, пора было захватить ее сердце. С чего же начать? Разумеется, с Австрии. Это было самое логичное решение. 12 марта 1938 года, безо всякого предупреждения, германская армия вторглась на территорию Австрии. На самом же деле это было всего лишь начало, и Гитлер вошел победителем без борьбы. Австрия исчезла с карты мира, хотя ранее Гитлер говорил, что заявления о том, что немецкий рейх стремится завоевать Австрию, абсурдны. Гитлер, 30 января 1934 года. Зачем Гитлеру понадобилась Австрия? Потому что она находилась по соседству с Чехословакией, а Чехословакия была ключом к захвату всей Восточной Европы. Германский канцлер Бисмарк еще много лет назад сказал, «Кто хочет покорить Европу, должен сначала взять бастионы Богемии». А Богемия была частью Чехословакии. Но Чехословакия была сильна. У нее была хорошая армия, снаряжение и одни из лучших самолетов в мире – «Скодаворкс», который Гитлер мечтал заполучить. Президент страны Бениш был неподкупен, а также у него был военный союз с Францией, а у Франции, в свою очередь, с Великобританией. Гитлеру нужно было действовать осторожно, а именно найти предлог для захвата Чехословакии. Он быстро нашел такой предлог. На границе Германии и Чехословакии проживали люди с немецкими корнями, хотя они не были гражданами Германии. Гитлер ухватился за это. Забыв о том, что большинство из них бежали из Германии, чтобы быть подальше от таких людей, как Гитлер, его теория была такова, что все, в ком течет немецкая кровь, где бы они ни жили, немцы и потомки немцев, если в их венах текла хоть капля немецкой крови, имели божественное предназначение. Они были не подвластны законам своей страны или религии. В Чехословакии или... в Норвегии, в Швеции, в Китае, в США или где бы то ни было. Немцы были особенными людьми, которые всегда оставались немцами, даже в шестом или седьмом поколении. и должны были следовать его приказам. Чего бы это им не стоило? Адмирал Честер Немец, генерал-лейтенант Уолтер Крюгер, сенатор Роберт Вагнер, Уэндал Уилки, Генри Кайзер. Многие восприняли эти идеи. Однако ему пришлось столкнуться с сопротивлением. Далеко не все поддерживали его. Жители Судатской области призывали бороться за свою свободу и убеждали их, что Гитлер их освободитель. Тайно через границу переправлялось оружие контрабандой. В ответ на все обвинения Гитлер заявлял, что немцы подвергаются гонениям и угрожал начать войну, если ему не передадут Судатскую область. Это мое последнее требование касательно территорий. Я уверяю вас всех и повторяю, что как только эта проблема будет решена, в Европе больше не возникнет территориальных споров. Мы в этом заинтересованы. Министр иностранных дел Максим Литвинов заявил, что Россия готова поддержать санкции против Германии. Однако никаких действий не последовало. Чехи мобилизовались и закрыли границы. Главы Франции и Великобритании в попытке предотвратить войну отправились на переговоры с германскими лидерами. 29 сентября 1939 года, взамен на обещание мира со стороны Гитлера, Чемберлен и Даладье согласились не вмешиваться в происходящее в Чехословакии. В Чехословакии вторжение Гитлера вызвало волны протестов. Но Даладье на родине был встречен овациями облегченно вздохнувших французов. Лондон, сентябрь 1938 года. А в Лондоне счастливый Чемберлен с гордостью рассказывал о том, что сумел достичь мира. Он считал это победой, одной из важнейших в истории. Я снова переговорил с немецким канцлером Гитлером. Вот этот документ, на котором стоит его имя, а также мое. Вчера вечером мы подписали два важнейших соглашения о том, что граждане наших стран больше никогда не будут воевать друг против друга. Мир в наше время, Чемберлен. Мир. Это был не мир. Число сторонников Гитлера неуклонно росло. Захватив Судатскую область, немцы сделали Чехословакию беззащитной. Ибо именно на этой территории находились горы, служившие естественной защитой. И специальная защитная линия, считавшаяся еще более мощной, без них Чехословакия оказалась безоружной. Рейх мог беспрепятственно занять всю территорию. Через полгода после заявления о том, что немцы не претендовали больше на территории, он нарушил соглашение. 14 марта 1939 года. И захватил всю территорию Чехословакии, и это несмотря на слова. Нас абсолютно не интересует Чехословакия. Уверяю, чехи нам не нужны. Адольф Гитлер. 26 сентября 1938 года. А встречи в Словакии были взяты без боя. Гитлер захватывал Восточную Европу. Следующей целью была Польша. Теперь уже всем было понятно, что мира в наше время не будет. Гитлер нарушил договор. Он решил применить силу, чтобы запугать польскую армию. Но мы готовы оказать помощь в сопротивлении захватчикам. Но после своего успеха в Нюрнберге, Гитлер был уверен, что Франция и Великобритания не вступят в войну. Вот что сказал его пресс-секретарь. В демократии нет того, ради чего люди захотели бы рисковать жизнями. А что же с русскими? Московские ночи были освещены огнями. Военные миссии Франции и Великобритании прибыли на переговоры с советским правительством. О советско-германских отношениях. И 21 августа 1939 года мир узнал о подписании важнейшего договора между Германией и СССР о ненападении. В нем страны обещали поддерживать дружественные отношения. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так и оказалось. Германия обещала русским полнейшую безопасность. А тем, в свою очередь, необходимо было выиграть время. Они читали «Майн кампф» Гитлера и понимали, что он хочет захватить богатую русскую землю. Лучшей почвой можно овладеть только на Востоке. «Майн кампф», страница 187. Договор с СССР сводился к обещанию стран не применять военных действий в отношении друг друга. Нацисты говорили о том, что все, в ком течет немецкая кровь, принадлежат им. И этим объясняли свое вторжение в Польшу. Суверенный город Гданьск был важным морским портом в польском коридоре, через который Польша имела доступ к морю. Это был ключевой пункт. И немецкая армия захватила этот город. Гитлер получил не только Гданьск, но и весь польский коридор. Поляки будут сражаться за Гданьск. Поляки готовились к неизбежному. Несмотря на договор с Францией и Великобританией, они понимали, что те страны далеко. Захватив Чехословакию, немцы еще больше ослабили стратегическое положение Польши. За исключением Карпатских гор, территория Польши имеет плоскую поверхность. Река Висла, польская Миссисипи, это одно из главных достояний Польши. И к ней нелегко подступиться. Ее воды растекаются почти по всей территории страны. Получалось так, что река образовывала дополнительную линию защиты. Но есть еще и земля. С военной точки зрения Висла – лучшее защитное укрепление. Однако это означало сдачу Варшавы – самой богатой области страны. Альтернативой было сражаться на границе. Поляки приняли именно это решение. План нацистов состоял в том, чтобы прорвать линию защиты и окружить польскую армию. А затем еще два кольца возьмут в окружение тех, кто не попал в первое. В последние две недели августа немецкая армия подошла к польской границе. Она состояла из 70 вооруженных дивизий. С военной точки зрения у поляков не было ни единого шанса. Им едва удалось мобилизовать хотя бы 30 дивизий – пехотных и кавалерийских. Неравность сил была очевидна. У нацистов 5000 современных танков, а у Польши всего 600 и устаревших. У немецкой армии 6000 современных самолетов, а у польской лишь 100. И они намного хуже. Немецкая армия готова к войне. Жизнь на ближайшие тысячелетия определена. Огонь вспыхнул в Маньчжурии. Затем в Китае, Эфиопии, Испании. А теперь он охватит весь мир. Вот кто принял это решение. Война. 1 сентября 1939 года, без предупреждения, немецкая армия пересекла границу Польши. На все ушло полчаса, и вот самолеты уже были в польском небе, бомбя аэропорты и другие военные объекты. В небе немецкая авиация с легкостью сбивала польские самолеты. Попробовать свои штаты. Спасибо, Польша! Немцы быстро захватили все небо над Польшей, уничтожая коммуникационные узлы, радиостанции, мосты, магистрали. КОНЕЦ Польская армия была в смятении, парализованной отсутствием связи. А войска нацистов продолжали свое продвижение. При этом они применяли новейшую технику. Так, например, они использовали специальные моторные лодки. КОНЕЦ Польская армия была вынуждена отступать. Мощная армия фашистов легко прорвала защитную линию, и ее дивизии продвигались вглубь страны. 6 сентября польское сопротивление было разбито на две группы. Южная группа стала отступать, но немецкая дивизия окружила Радом, отрезав ей путь к отступлению. В итоге южная группа была вынуждена сдаться. В то время северная группа, в которой были сосредоточены основные силы, направилась в сторону Варшавы. Немецкое командование дало приказ войскам немедленно выдвигаться в сторону польской столицы. Немцы проходили за день по 60 километров. И быстро взяли Варшаву в плотное кольцо. Теперь город был отрезан. Итак, польская армия была окружена под огромным давлением немецких войск, поддерживаемых авиацией. Польская армия начала распадаться. Поляки сражались отважно, но не имея плана и потеряв связь, отрезанные от главного командования, окруженные отряды польских войск были вынуждены сдаваться один за другим. Но Варшава продолжала сопротивление. Звуки героического полонеза звучали в Варшаве, оборонявшейся под предводительством своего мэра и преграждавшей Гитлеру путь к дальнейшему наступлению. Столкнувшись с отчаянным сопротивлением, нацисты были вынуждены позвать подкрепление. Оно могло прибыть только с Западного фронта. И вот часть артиллерии устремилась по специально построенным Гитлером магистралям к Варшаве и окружила ее. Город был подвергнут жесточайшему обстрелу, в особенности самые населенные его районы. 20 дней смерти и ужаса, которые мужчины, женщины и дети пытались спасти свой город. Но без еды и воды у них закончились силы. 27 сентября звуки Полонеза в варшавских радиоприемниках смолкли, и польская столица была взята. Итак, сопротивление Польши было сломлено и сохранялось лишь в небольшой области рядом с Гданьском. Этот небольшой островок держался до тех пор, пока в бой не вступили немецкие военные корабли. И даже тогда, под прямым обстрелом, они отказывались сдаваться. Но силы были неравны. Эти бои вошли в историю Польши, но с военной точки зрения не имели смысла. И 1 октября гарнизон сдался. И польские военнопленные были отправлены в нацистские лагеря, где их должны были уничтожить. Теория нацистов заключалась в полном уничтожении так называемой низшей расы. Мало кому удалось избежать этой участи. Гиммлер Гилл. 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 Поляки никогда не забудут этого. А также еще одного обещания Гитлера. Германия заключила с Польшей договор о ненападении, и мы будем ему следовать. Адольф Гитлер, 21 мая 1935 года. Теперь весь мир знал, что договор с Гитлером о ненападении был недобрым знаком. Польша была полностью разрушена, но не уничтожена. В последние дни советская армия пересекла восточную границу Польши и заняла важные позиции. Две сильнейшие армии в Европе были готовы к действиям, и Гитлеру необходимо было решить, что делать дальше. Он решил отступить. Но почему именно сюда? Он был вынужден. Попытка продвинуться дальше в восточную Европу вынудила бы его вести войну на два фронта. Чего он пытался избежать. В следующем фильме вы увидите, как он это сделал. У Гитлера был четкий план. В день, когда Гитлер вторгся в Польшу, Париж мобилизовал военные силы, а через 24 часа британские самолеты начали бомбардировку немецких кораблей в Канале. Париж мобилизовал военные силы, а через 24 часа британские самолеты начали бомбардировку немецких кораблей в Канале. Чане объявили войну Гитлеру и его идеям. Оказалось, что люди готовы отдавать жизни за демократию. Неподготовленные, да. Но это было неважно. Потому что они поняли, что речь идет не о целостности Польши, а о свободе человечества во всем мире. Трагедии и ужасы войны. Преступления Гитлера и его идеи угрожают Европе и всему миру. Мы видим, что Гитлер пытается создать закон для Европы, основанный на ненависти. Каждый след, оставленный Гитлером, все то зло, что он создал в этом мире, будет уничтожено. От этого необходимо избавиться, стереть с лица земли. Прислушайтесь к своему сердцу, и все будет хорошо. Из ужаса и горя человечество восстанет, чтобы быть свободным. Компромисс невозможен, и победа демократических сил может быть достигнута лишь путем полного уничтожения военных сил Германии и Японии. Маршалл. Субтитры создавал DimaTorzok